Дорогие друзья, дорогие коллеги, уважаемые гости! Мы приветствуем вас в Арктическом государственном институте культуры и искусств на мероприятии, которое посвящено творчеству композитора Захара Константиновича Степанова. Сегодня состоится презентация книги Натальи Натхентьевны Саньяковой «Творить для народа». Это сборник очерков о жизни и творчестве Захара Степанова. Наше мероприятие не только праздник книги и праздник композитора, оно также имеет научно-познавательный смысл, вы узнаете много о творчестве этого якутского композитора, первого старейшего якутского композитора. Также в нашем мероприятии прозвучит концерт музыки Захара Степанова. А для открытия нашего торжественного мероприятия позвольте предоставить слово проректору Арктического государственного института культуры и искусств по научно-исследовательской и международной деятельности, доктору философских наук, профессору Юрию Валентиновичу Китову. Спасибо огромное. Я очень рад приветствовать всех в стенах института. У меня, к сожалению, нет музыкальных способностей. Я с детства с большим уважением относился к людям, которые умеют сочинять музыку. И у меня мама знала очень много о музыке, о фольклоре, и это как-то приближало меня к этим людям. Я всегда с изумлением относился к их творчеству. Сегодня я гость на вашем празднике, но и не совсем, потому что автор данной книги, аспирант нашего университета, института, простите, пожалуйста, она закончила аспирантуру по специальности искусствоведения и по профилю музыкального искусства. Поэтому я считаю, что эта книга, это как бы большой вклад в ту научную работу, которая ведется в институте, и как бы большая заявка на будущие работы наших аспирантов на какую-то школу в области музыкального искусства, безусловно, руководителя кафедры. И, ну, так получается, что у нас молодые люди пишут, в общем-то, о более взрослых людях. Ну, я думаю, что Захар Константинович тоже найдет какую-то возможность написать где-нибудь в газете о книге, которая написана о нем, и таким образом воздать должное автору данной работы, и как бы наладить вот такой вот контакт между поколениями. Я желаю вам творческих успехов. Вы еще не в том возрасте, чтобы заканчивали вашу деятельность, а вы вам в следующих книг о Захаре Константиновиче и о других выдающихся музыкантах. Спасибо вам большое. У нас подошли несколько человек немножко позже. Пожалуйста, проходите, располагайтесь. Может быть, сольщики стоит занести. Буквально еще полминуты разместим гостей наших. Буквально еще полминуты разместим гостей наших. Теперь разрешите представить слово автору книги Наталье Иннокентьевне Саньяховой. Отличнику культуры Республики Саха-Якутия, музыковеду-исследователю. Я коротко ознакомлю вас с содержанием этой книги, немножко об истории создания, почему именно книга была создана. В 2015 году Вера Семеновна Никифорова, тогда проректор по науке и творчеству Арктического института, обратилась с предложением, что надо создать такую книгу о творчестве композитора нашего старейшего композитора Захара Константиновича Степанова. Потому что у меня дипломная работа была о нем, «Контактно-ротариальный жанр». Материалы были уже созданы, немножко собраны, их надо было синхронизировать, выявить какие-то главные направления, которые были изучены к тому моменту. Но сразу говорю, что творчество у него обширное, он во всех жанрах же у нас академической музыки, у него есть опера, балет, оперетка, симфонические картины, камерные инструментальные произведения, более 300 песен. Сюда вышло только три главы, жизненные очерки, песенные и вокально-симфонические. Первый инициатор, идею подала мне Вера Семеновна, а самое первое было в 2011 году, Юрий Шекин, когда я его убирала дипломную, он сказал, что вот Захар Константиновича возьми нашего композитора. И я к нему сразу пошла с интервью. Захар Константинович – человек очень дружелюбный, он сразу на встречу, он приходил сюда, давал мне интервью, и мы с ним работали. Я хочу сказать, что он очень дисциплинированный, у него очень хороший архив, человек заботится о своем доследии, у него все было разложено, все произведения. Но правда, эти произведения у нас еще не изданы, вот за что мы и боремся, чтобы они издавались. Вот на выставке, может быть, что-то уже издано. Так, ну вот, значит, там несколько глав, я, эти вот картинки будут идти, но вы, может быть, знаете, нет, вот он из такой семьи произошел, что у него с двух сторон, со стороны родителей, да, где два деда были, это один был Ван Хасуд, а другой был Шаман, известный. И вот он рассказал мне историю, что когда он был маленьким мальчиком, наверное, что шаманы были запрещены, вы знаете, в те годы, в советских. Ну вот он был на компании у своего деда, который жил отдельно, случайно попал, он впечатлительный мальчик, потом вот это все вылилось вот в этот ритуальный танец Шамана, когда он уже закончил канцелярскую службу, в 77-м году служил. Вот это, значит, его сестра, которая помогала, вот, все время она ему помогала. Так, ну вот он закончил музыкальное училище, учился очень долго, сначала как тромбонист поступил, вот, потом он прошел в армию, редкая фотография в гнамцах, когда, видите, студент, он на тромбоне играл. Потом три года служил в армии, там тоже отличился тем, что создал, значит, ансамбль и сочинял там много, он же был музыкантом. Вот, ну вот, и следующий, когда он проучился, в 57-м году он переехал в свой Кобей, вот, у него уже была семья, он переехал в Кобей, и там он 7 лет очень активно трудился на ниве, значит, педагогического труда, музыка и пение. Предмет создал огромный оркестр, ага, и хор, 100 человек, это общеизвестный факт. Здесь вот учитель сидит, видите, вот, глобалер, да, который научил его музыкальной грамотой. Так, создал его, башеница, и, значит, слава ему, о нем там разошлась, ему дали, отметила его суббика, первый, первый стал отличником просвещения, чем он гордится, Захар Константинович, это самая моя хорошая награда. Вот, и, значит, поехал на учебу, как у Гранд Бегарян, был его первым, он считается первым своим учителем Гранд Бегаряна. Вот, и Эдуард Ефимович, они ему дали путевку в жизнь, предложили. Секретарь Аптома пригласил его, Челяев, что вот нужен композитор профессиональный, отправили его на седист. Где он проучился тоже много лет, вот оставил семью, четверо детей, да, но вот мужественная Мария Евстафьевна его отправилась. Вот здесь дочь присутствовала, все это мне было рассказано в красках, как это они трудно жили и так далее. Вот, и он там очень успешно проучился, закончил, вот, ораторий, который звучал сейчас, это вот его первое, первое произведение профессиональное, с которым он заканчивал. Вот, приехал, значит, в Икутск в 72-м году. Здесь вовсю работал оркестр Галина Михайловна, Шапко-Феррония, Алексеевна Хармейстер. Все произведения, которые из-под пера приходили, выходили в икутских композиторах, их было мало, они тут же, тут же, тут же, значит, исполнялись. Вот, это было в 79-м году, вы знаете, что из композитора возник, да, первым председателем был Николай Сергеевич Берестов, вот, здесь можно остановить немного, но это уже, ага, многие ушли уже здесь. Здесь, а вот после него сменил его, значит, долгое время был Захар Константинович, была активная деятельность, ну, тут расскажу. Да, вот, как много они разъезжали, все много в музыке звучало. Так, ну, вот, это, значит, жизненный, да, потом, значит, идет, вот, у меня песенное творчество, больше 300 песен. Ага, у него, так, я там, вот, рассказываю, много поэтов, у меня более 70 поэтов, с которыми он, это самое, дружил, вот, большие поэты, там, народные поэты были, и так далее, вот, поэтому много очень песен создано, вот, потом у меня, значит, там, голова вокальная и симфоническая, это у него три больших произведения, крупных, которые он очень любит, вот, то, что звучало сейчас в начале, ораторий большая, кантата, и реплирую, у него посвящение, которое он посвятил своей, вот, супруге, Марине, так, и мне, каменные произведения. Так, ну, и идет очень большая таблица, ну, не очень большая, но я хотела охватить всю его хронологическую хронологию, его творчество полностью, сколько сочинил, какие годы, исполняется ли, опубликованы ли вот эти сессии, произведения, то, что может пригодиться потом, вот, и есть там нотные примеры, потому что партитуры не опубликованы, вот, я их набирала в себе, вот, хочу сказать, что эти, не все же композиционные людей, Захар Констич очень хорошо владеет программой этой Сибири, он сам набирает, в таком вот возрасте, сам набирает, поэтому он сам издает, вы там видели, свои произведения. Да, ну, вот, по жанру здесь разбито, в общем, еще много очень предстоит описать, конечно, крупное самое произведение еще у нас только в работе, это его опера, Большая Оргенопеля, удостоенная премии Союза Композитора, вот, и вот видите, до 2016 года аж вот партитуру он создает до сих пор, это же расписыватель для оркестры, это очень трудоемкий. Надо сказать, что последние годы активизировалось исполнение произведений после Композитора в связи с тем, что филармония есть, что хорошо, ну, вот, вот, а, и вот содержание публикованных песен и сборников, вот, попыталась там сделать, на этот вот фрагмент, так, ну, и там, и фотографии семейные, тоже многие фотографии, которые не были опубликованы, они с филармониями, ну, вот, пожалуй, вот такое. Так, ну, я хочу, конечно, пожелать, во-первых, поблагодарить тех людей, которые мне помогли, это Юрий Ильич, который правильно меня насталил, но, истины, в самом начале музыковедческого, это, самой работы, потому что сейчас трудно и найти и тему, и прочее, да, как вы знаете. И я вот, значит, все время и занимаюсь уже сколько лет, и считаю, что там непочатый край, вот, и он достоин, конечно, изучения, его нужно для народа, да, и почему творили для народа, потому что первое интервью, которое мне сказало, он сказал, я хочу, чтобы мой якутский народ был, вот, культура ему богата, я хочу прославить свой якутский народ, но не я лично, вот, как бы через произведение, чтобы узнали, вот, поэтому вот творили для народа. Ну, желаю всяческих успехов нашему дорогому Захару Константиновичу и поблагодарить моих, вот, учителей Юрия Ильича, Оксану Гардовну, Татьяну Кентьевну, Виру Семеновну, Сарглану Семеновну, ректора, потому что, вот, все-таки, это же издание оптического, вот, ну, и всех спасибо вам. Большое спасибо автору, но любая книга является всегда поводом для погружения в прекрасный мир композиторской музыки, и вот, поскольку у нас есть эта книга, нам хочется окунуться в мир музыки Захары Степанова, и сейчас вы сможете услышать небольшой концерт, составленный из произведений композитора. И наш концерт, это будут звучать камерные, камерные вокальные, камерные инструментальные произведения. Откроет наш концерт фортепианная пьеса «Волшебный олень» из цикла «Краски Севера». Исполняет Сергей Лебедев, лауреат международных конкурсов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Захар Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Спасибо. 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 Сейчас мы услышим произведение, созданное композитором в 1995 году к 50-летию Великой Победы. Это произведение посвящено памяти погибших воинов Великой Отечественной войны. «Раздумье. Соло для флейты» исполняет Ирина Слепцова. «Раздумье» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка И в конце нашего концерта Вы услышите то произведение, которое является настоящей визитной карточкой композитора. Это ритуальный танец шамана. Данное произведение было создано в 1976 году как симфоническая картина и премьера состоялась в Иркутске в том же году, исполнял симфонический оркестр Иркутской филармонии. В 1980 году ритуальный танец шамана был переработан в фортепианную пьесу по просьбе фортепианную пьесу по просьбе якутского музыкального педагога Майи Ивановны Ивановой. И теперь вы услышите эту концертную пьесу для фортепиана. Ритуальный танец шамана исполняет Лира Кулаковская. АПЛОДИСМЕНТЫ Ритуальный танец шамана Ритуальный танец шамана ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, теперь у нас начинается поздравительная атмосфера на этой волне воодушевления. Конечно, многие хотят выступить и сказать слова приветственные. И, конечно, очень хочется предоставить слово заместителю министра культуры и духовного развития Республики Сахая-Кутия, заслуженной артистке Российской Федерации Марине Силины. Спасибо за предоставленное слово. Это получился сюрприз. Я просто пришла не как министра даже, а как, считая, что добрый друг Захара Константиновича и исполнитель тоже его песен. Я участвовала и в произведении, которое было упомянуто. Здесь реквем памяти супруги. Я тоже была исполнительницей. Несколько раз исполняли. Поэтому творчество этого композитора, оно всегда со мной на протяжении моей творческой жизни, которая была и еще продолжается. Я надеюсь, что мы еще споем, мы еще исполним. И с Захаром Константиновичем мы работали, когда я в колледже преподавала, тоже встречались, скажем так, на работе и обменивались какими-то новыми планами, задачами, какими-то идеями новыми. Он всегда по-человечески очень такой добрый человек, очень добрый, очень оптимистичный. Всегда по-человечески интересовался даже просто так, как здоровье и как жизнь вообще идет. Мы с ним всегда очень долго беседовали и замечательно. И на его просьбу об исполнении его произведения всегда откликнулась и всегда с большим положительным резонансом. Ну а Наталье я хотела бы сказать, конечно, большое спасибо за такую исследовательскую работу. Книга действительно, ну вот я посмотрю, надеюсь, да, ее нет еще сигнала. Есть, да? Ну то есть то, что показали, это, естественно, большой исследовательский материал и проникновение именно в жизнь самого автора, да, и его произведения. Это действительно очень сложно, долго. И замечательно, что есть такие музыковеды, люди, которые вот это делают для блага того, чтобы творчество наших якутских композиторов, оно было, прославлялось, оно было, оно было всегда в большом венке союза композиторов России. Вот. Такие слова. Спасибо вам большое. И автору, и, конечно же, естественно, герою этой книги, да, действительно. Спасибо, Четкина Ивановна. Спасибо. И спасибо всем нам, что мы собрались сегодня и послушали вот такие тоже вот небольшой концерт, но он был очень замечательный, яркий. Спасибо большое. Аплодисменты. Я очень рад, что Захара раскрывается. Это человек, у которого тихий, спокойный человек, у которого музыка начинает оживать и жить. Я много раз слышал его шамана. И вот сегодняшний показ говорит о том, что музыка стала более существенной частью этого очень нового, интересного. Я благодарю тебя, Четкина Ивановна. Уважаемый Захар Константинович, уважаемые наши дорогие слушатели, коллеги, в этот очень радостный праздничный день хотелось бы поздравить еще раз Захара Константиновича, Наталью Натентину с выходом этой книги. Надеемся, что она станет также очень полезной и нашим студентам, любителям якутской музыки. И хотелось бы пожелать, чтобы это исследование продолжалось. Как сказала Наталья Натентина, еще многие аспекты творчества Захара Константиновича еще не описаны, не изучены, нуждаются в своем дальнейшем исследовании. Поэтому успехов дальнейших творческих композитору Захару Константиновичу и Наталье Натентине и всем остальным, кто интересуется творчеством. Спасибо. Я думаю, что мы слушатели его музыки. Вы знаете, какое удивительное ощущение чувствуешь, что эта музыка наполняется какой-то загадочной силой, здоровью, любовью к людям. Я считаю, что те музыканты, которые занимаются музыкой, становятся другими людьми. У нас присутствует председатель Якутской организации Союза композиторов России Герасимов Кирилл Афанасьевич. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые студенты, подаватели, уважаемые виновники. И, ну, прежде чем поздравить наших виновников, я хочу немножко затронуть тему композиторов нашей республики. В настоящее время у нас в Союзе 11 человек, из них 6 композиторов, 5 музыковедов. И, ну, что сказать, очень важно, что на кафедрах Института Арктического и Высшей Школы Музыки изучаются произведения якутских композиторов. И благодаря этим учебным заведениям, и якутскому музыкальному колледжу, и школ, разных учащихся, которые учатся именно академической музыке, и звучат произведения якутских композиторов. Но очень важно еще к этому добавить, что вот выходят книги о авторах, и важно то, что вот книга о Захаре Константиновиче вышла при его жизни, потому что автор, наверное, как бы более обстоятельно, да, и из первых уст идет информация о творчестве, о жизни буквы. Ну, также важным, наверное, является, наверное, еще и издание произведения композиторов. Вот, и было бы хорошо, ну, если при жизни тоже издавались, да. Вот, Захар Константинович вот владея, вот, несмотря на, как бы, такое поколенческое расстояние, да, он овладел компьютерными технологиями, и вот сам владеет набором на компьютерной программе, и вот он сам издатом тоже издает свои произведения. Но, ну, я знаю, в планах, вот, высшей школы музыки есть издание произведений, в частности, вот в этом году юбилей у нас Владимир Васильевич Синафонтова, и готовится издание фортепианных произведений. Вот, потом у нас в этом году юбилей очень значительный, а юбилей основателя музыкального искусства Марта Николаевича Житкова, и готовится полное собрание сочинений. В этом году должны быть и первые четыре тома. Вот, и, ну, вот такими вот пожеланиями разрешите поздравить Захару Константиновичу выходом книги и Наталью Иннокентиевну, и у них вот этого торжества. И пожелаю, чтобы... Ну, когда он не прекратил свое творческое общение, да, продолжал, вот, и пожелаем успехов в будущем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте я вас представлю. У нас много студентов, которые впервые вас видят. Итак, Владимир Васильевич Ксенакунов. Ну, наконец-то я появился в комнате искусства, это в зале, впервые. Я вообще нигде освещенный композитор. Вечно, как говорят все люди, что 25 лет я в Ахуме был. Вообще музыка не исполнялась. Вот, наконец-то, после 25 лет начинаются исполняться балеты, оперы, оратории, кантаты. Вот сейчас только начинает, когда мне 70 лет, начинает немножко шевельнуться чуть-чуть. Но мой коллега старше меня, 17 лет, 18 лет старше. Я являюсь, он второй композитор из якустского композитора профессионального, я третий. Все-таки третий есть третий. Среди якутов мы работаем для себя, для вас, для своего действительно народа. Я представляю не только якутский народ, я представляю бурятский народ, башкирский народ, потому что там я учился, владел их народным фольклором, башкирским фольклором. И народы всех северных, северных народов изучал. Написал много юкадирских вокальных циклов и так далее. Вообще изучал весь мировой арсенал народов. Мир изучал. Все фольклорные дела изучал. Народных оркестров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Узбекистана и всех Среднеазиатских республик. Изучал все эстонские республики, эстония, республики. Вообще весь мировой арсенал изучал. Отличие от этого Захара Константинового, я много ездил, много изучал, много работал над многими трудами великих якутских ученых. Гавриил Васильевич на фон Тавурамхайсаха, шаманизм. Изучал великого якутского самоположника, художественного литература Алексеевича Кулаковского. Написал в оперы «Спор между умом и сердцем». И сейчас написал в удовольствии высотой якутского писателя, комедиографа Николая Денисовича Неустроева, где-то поспесивший. Вот, если возможно, будет в присутствии замминистра, я скажу. Если поставят, то я буду хоть до 8 удовольствия, не поставят, это, конечно, пусть не поставят. Мне все равно жить надо. Давай, в основе, если я хотела. Да жить надо. Вот я еще хочу сказать. Я хочу сказать, что это старший турец, потому что он меня благословлял учиться, когда ехал в Новосибирск, и не поступил как вибротневодный музыкант. Потом поехал в УКО, поступил, только с трудом поступил. Вы знаете, голос у меня плохой. Двойка поставила. И тройку сдал, и я должен закончить консерватуру с отличием. И забыл от моего голоса, и я тройку получил, и не получил с отличием консерватуру. Вот я благодаря Захару Константину Степанову, его друзей, великих в Москве, бурятских композиторов, Бау Ямпу, Ямпилов и будущихся бурятских композиторов, написавших первые якутские балеты, Куромчику, Жильжида Батуева. Вот они приезжали очень много к нам, гостей. Благодаря его мы все увидели, все великие композиторы. Мы общались все композиторами Советского Союза в Москву, много раз ездили. Благодаря его получил, когда он был председателем Союза композиторов, получил членство Союза композиторов в СССР, членство Союза композиторов в России. Вот он возглавляет Союз композиторов более 30-40 лет, возглавляет Союз композиторов. Вот такого человека надо действительно поднимать до такого уровня, как сделали в Ашкирии 100 лет, я был своего учитель, я в Ашкирии съездил туда. И они издают полностью собрание сочинений за грехов, писем с могилы. Я что хочу сделать? И всем вот этому институту культуры и искусства, что с этого года издали его собрание сочинений с Захаром Константиновичем Степановичем. Надо начинать с Захара Константиновичем, потому что у него все жанры написаны, вот мировой практикой всех жанров музыкальных жанров, все написано у него. Так что я желаю, чтобы Министерство культуры, институты наши, высшая школа музыки все собрались и издали полностью собрание с сочинений с Захаром Константиновичем Степановичем. Я желаю вам здоровья и больших товарищей своих друзей. Спасибо. Зинаида Николаевна Попова Художественный руководитель Якутского хореографического колледжа Заслуженная артистка Республики Саха-Якути Здравствуйте, дорогие коллеги, можно сказать, да? Уважаемый Анатолий Накинькович, Захар Константинович. Но волей судьбы моя жизнь связана и с двумя, ну, как с автором, так и с героем этой книги. Дело в том, что с дочерью Захара Константиновича Антониной я училась в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. Мы шесть лет с ней были в школе и двадцать лет на сцене нашего Якутского театра. И я хочу сказать Антонину, потому что это была лирико-драматическая балерина, это была, видимо, мечта Захара Константиновича воплотить, ну, вот, ну, как бы... Наверное, ваша мечта была, чтобы Тоня была балерина, потому что у нее были очень красивые удлиненные линии, красивая вогнутая стопа, как говорится, в нашей профессии. И такая была светлая, ну, можно сказать, блондинка, и, ну, и очень хороший человек. Ну, после окончания турческой сценической жизни она занялась и такой организаторской деятельностью. Она организовала во дворце детства целую студию вдохновения, дальше открыла магазин балет, то есть все связано с искусством. И вот добрая память о нашей Тоне, и поэтому Захар Константинович меня знает с детства, да, так как Тони приезжал на каникулы, они провожали родителей, вот таким образом. Наталья Накинтьевна, я знакома буквально, ну, где-то лет шесть, когда открылась кафедра искусства балета в нашем институте. И, значит, я как, ну, новый человек вообще в УЗИ, для меня это было сложно, и вот человек, который помог нам, скажем, организовать вот это направление хореографическое искусство в нашем институте, человек, который очень хорошо знает лабораторные дела, и, ну, я благодарю, что до сих пор, вот, благодаря ей, сохраняемся мы. А базируемся мы в колледже. Я непосредственно свидетель того, как писалась эта книга. Значит, мы с ней сидим в одном кабинете, и она вот, ну, она спрашивает, наволнуется, у нее целый нотный такой материал, вся библиотека нотная наша, она у нее там на столе. То есть эта работа была очень увлеченная, увлеченная, и, конечно, она хотела очень интересоваться балетами нашего композитора. И, ну, друг друга спрашивали, она по своей музыкальной части, я по своей балетной части, и у нас, я думаю, вот, душа, обложенная Натальей, да, в эту книгу, это только начало, потому что, ну, скажем, творения наших великих композиторов, они могут длиться долгие годы, и очень приятно, что при жизни, да, началось вот описание творчества нашего композитора. И разрешите от имени колледжа, от имени, ну, мы были раньше кафедрой искусства балета, сейчас кафедрой театрального искусства, поздравить автора Наталью Накиндевну, и пожелать ей еще вторую часть писать, начинай, да? Николай Кондратьев, мелодист, друг композитора, тоже хочет сказать... Я тоже искренне поздравляю Наталью Никитиновну, и Захар Константиновича, и хочу поздравить авторских песней. Захар Константиновича, и хочу поздравить авторских песней, и хочу поздравить авторских песней. Захар Константиновича, и хочу поздравить авторских песней, и хочу поздравить авторских песней. Захар Константиновича, и хочу поздравить авторских песней, и хочу поздравить авторских песней, и хочу поздравить авторских песней. Поезд вызд Campus берез comparisons Ort 너무 отрием, и хочу поздравить авторpose о стране, и И integrательное действие авторских песней. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я удивлена и восхищена тем, что институт начинает давать воды в нашем лице. И вот это одна из первых книг выпускников этого института, который становился у нас всех на глазах. Да мало ли что творилось на наших глазах. Я помню, как Захар Константинович учился в консерватории Новосибирской. Он присылал нам свою дипломную работу, ораторию, контакт. Я как концертмейстер хора разручивала эти другущие партии со всеми хористами, со всеми голосами. И мы исполняли. Был совершенно новый язык после всех наших, так сказать, пятидесятников, шестидесятников. И вот Захар Константинович, конечно же, знает, как Февроник Себа-Баишев, Игорь Михайлович Грибашев. Они прямо действительно, вот какие-то, если были изменения, они все-таки как профессионалы, они советовали, вот здесь может быть что-то изменить. И он вносил своей ручечкой эти изменения. И прямо вот мокрыми из-под чернил вот брались, и все это шло тут же на исполнение. Вот такие были дела когда-то и у Владимира Васильевича. Тоже все эти вопросы, что Февроник Себа знает про эту книгу, она совсем недавно пережила такую же презентацию о себе Татьяне Павловой. А, значит, сегодня не смогла, конечно, прийти, но она сказала, на пятый этаж подниматься не могу. И вот поэтому, еще вчера мы разговаривали об этом. И вот я, конечно, очень рада сегодняшнему, особенно концерту, который прозвучал. И вот, конечно же, отряд большой уже воспитан, да, вот, музыковедов. И, конечно же, кто-то найдется в будущем и для такого невероятно сложного материала, который ждет этот человек, этот исследователь, будет просто счастлив. А я счастлива напомнить о том, что когда-то в 1972 году я была участницей дней в Башкирии и Москве, и при мне, вот мы там разъезжались по разным, ну, такие пропагандистские группы, и я была в одной группе с Галифовичем, с Закиром Галифовичем и с Могиловым. Он, я помню, даже срезал тростник, тут же выкололил какие-то вот эти вот отверстия, и тут же заиграл на этом курай. Оказывается, на нем можно играть классику Чайковский, Ромео и Джульетта. И вот, и он тогда сказал, вот, был министр культуры с нами вот вместе, и он сказал, призывайте к нам композиторов, мы будем их всех принимать. И на будущий год вот приехал. И вот, действительно, наш якутский композитор, выросший в Башкирии, вот, конечно же, получил такой заряд энергетический, которым было полно творчества самого Галифа Галифовича. И вообще, мощная выросла, вот, вам придется еще изучать еще и, наверное, каких-то башкирских композиторов, потому что наверняка это все отразилось каким-то образом в их ученике. То есть, сегодня я очень рада приветствовать достижения кафедры, которые, наконец, вот здесь такая замечательная, самостоятельнейшая работа, видимо. И я вот думаю, что мы все еще будем присутствовать на других, но вы все-таки вот открыли эту дорогу. Я вас поздравляю сегодня с этим и Захара Константиновича, и вообще всю кафедру, и благородный труд учителей. Какие прекрасные звучат слова, но все ждут самого главного, все ждут слова Захара Константиновича Степанова. Пожалуйста, вам микрофон. Спасибо. 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 Для того, чтобы сделать наш вечер действительно незабываемым, мы предлагаем в конце сфотографироваться с композитором. Я представляю газету Костелин Юно-Севера. Захар Костелиновича поздравляем, наша газета поздравляет сегодняшней датой, потому что я вот сидя там, себе подумал, везет же человеку, да? Жена все время поддерживает, потому что тут дома с утра до вечера бренчать, это соседям тоже, да? Ну вот, повезло, соседям повезло и женой, и детьми повезло. Вот, я думаю, вот. Человеку что надо? Спокойствие? Ну и во время спокойствия и творчество уже появляется, да? Вот, желаю, чтобы Захар Костелин еще долго нам, дольше, еще много произведений нам подарил, да? И Наталья Иннокентиевна, вот, она очень работящий человек, а ее мать, Марина Андреевна, старейший журналист, блестящий человек, да? Да, и вот, по матери, по Меделинской идее, вот, все это идет. Да, и вот, она у нас в редакции долго, очень долго работала, вместе с Ниной Иннокентиевной, Братакоповой, вот, они в бог обог работали. И вот, сегодня, хочу отметить, что Наталья Иннокентиевна, на плашах нашей газеты, Костелин, ведет второй год «Музыка для всех». Вот, и не зря, и не зря. Да, первые материалы были о Захаре Костелиновиче. Да, очень здорово. Вот, и вот, у меня поручение от редакции, чтобы Наталье Иннокентиевне подарить вот этот цветок и наш скромный подарок. Я писатель, пишу на двоих языках, на якутском и русском. И с Захаром Константиновичем у нас совместно песен много, тринадцать где-то уже есть. И некоторые вышли в мишку, в мишки в мишку. И с этим замечательным днем я тоже поздравляю. И, конечно, я думала, что Захар Константинович, человек очень занятой, очень много у него работы, и нет и меня, но как бы это так думалось, да. Я в последние годы, ну, вдруг для этот год, ну, прошлый год, посмотрела, у него немножко там больше времени появилось. Я так обрадовалась. И сейчас я, конечно, желаю, чтобы мы еще совместно много и долго творили и творческих успехов. И очень рада, что Наталья Иннокентиевна издала такую книжку. И это очень здорово. Поздравляю всех. Спасибо. Давайте сфотографируемся с композитором.